Здравствуйте, это АПТАК Парад. Я Алина Карелина. Расскажу о главных событиях уходящей недели. Касым Жомар Токаев представил свое видение дальнейшей работы парламента. Прежде всего, по его словам, необходимо навести порядок в налоговой и бюджетной политике. В стране нужны детально продуманные документы, которые обеспечат оптимальное распределение национальных богатств финансов. О чем еще говорил президент на открытии первой сессии парламента 8-го созыва подробнее. Первая сессия парламента 8-го созыва собрала сенаторов, членов Кабмина и новых депутатов Мажелиса. Президент с трибуны озвучил немало важных тезисов. Первое – нужно стимулировать деловую активность, а для этого, прежде всего, необходимо сформировать стабильную и прозрачную налоговую систему. Она должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства. Президент поручил полностью оцифровать взаимодействие фискальных органов с бизнесом и отметил, что крупный сырьевой бизнес должен платить казну больше. А в самой бюджетной политике пришло время провести ревизию. «Планирование и исполнение бюджета оставляет желать лучшего. К сожалению, растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней. Поэтому нам нужна продуманная, сбалансированная бюджетная политика. Проект нового бюджетного кодекса, который будет внесен в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов». Президент напомнил, перед депутатами стоит задача – каждый день быть на передовой, принимать решения и нести за них ответственность перед народом. А люди – это главное богатство страны, подчеркнул Тукаев. Именно они, их знания и компетенции – ключевая движущая сила прогресса Казахстана. Сегодня, по мнению главы государства, ощущается кадровый дефицит сразу в нескольких сферах. Этот вопрос остро стоит в системе образования. Глава государства заявил, нужно повышать статус педагога и привлекать в эту сферу профессионалов. «Нужно юридически защитить медработников. Кроме этого, нельзя оставлять без внимания и уровень их жизни, и социальной обеспеченности. Специальный законопроект обсуждался в парламенте почти год. Этот документ в основном регламентирует страхование ответственности врачей. При этом нет конкретных мер по повышению престижа этой профессии. Важно, чтобы закон защищал права медработников. Парламентариям нужно уделить внимание решению этого вопроса». Усилия стране и поддержку для лиц с особыми потребностями. Тукаев поручил повысить им пособие с июля на 14,5%. Это больше 700 тысяч казахстанцев, которые особенно остро ощущают последствия высокой инфляции и рост цен на продукты и лекарства. Он добавил, что государство продолжит помогать тем, кому необходима помощь, но она не должна порождать иждивенческие настроения. Президент также поручил позаботиться о снижении цен на жилье для казахстанцев, желающих поселиться в приграничных районах. Для большинства этот вопрос по-прежнему актуален. Улучшить политику в этой сфере поможет градостроительный кодекс, разработка которого идет с прошлого года. Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы. Глава государства, выступая на заседании первой сессии парламента 8-го созыва, отметил, что за год была проделана значительная работа. Казахстану предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны. О приоритетах, поставленных главой государства, подробнее. По сегодняшнему объединенному заседанию, выступлению президента, во многом это были только некоторые перспективные направления дальнейшего развития Казахстана. И посыл, мне кажется, очень правильно был о том, что необходимо проявлять инициативу как правительству, так и парламенту в плане генерирования идей для продолжения реформ политических, экономических, социальных. Потому что у нас, по большому счету, единственный большой дефицит в стране – это именно дефицит новых идей. Было озвучено, что прошедшие выборы – это не завершение политических реформ, а только лишь одна из ступеней. Качественные законопроекты должны улучшить благосостояние жителей страны. Мажелису предстоит провести большую законотворческую работу, которая позволит решать проблемные вопросы, что обозначил глава государства на прошедшей сессии. На совместном заседании обеих палат парламента выступил наш президент Хасан Жеморский Медицин Тукаев. И в своей речи он обозначил те проблемы, которые необходимо решать на современном этапе развития Казахстана. И он конкретно поставил задачу перед Мажелисом о том, что необходимо провести очень большую законотворческую работу для создания законных оснований для проведения большого ряда реформ, которые обозначил президент в своих посланиях, как политических, так и экономических. Конечно же, большой блок посвящен был выступлению президента этой экономической реформы, которая проводится и будет в дальнейшем проводиться в Казахстане. И, конечно же, он высказал о том, чтобы именно нов и избранный Мажелис, обновленный Мажелис, смог все-таки, так скажем, выдержать эту, скажем, достаточно такую срочную и достаточно тяжелую работу, подготовка качественных законов для того, чтобы эти законы влияли на успешное развитие, благосостояние всего населения Казахстана. В 162 тысячи пассажиров обслужил аэропорт Кустаная в прошлом году. Эта цифра с каждым годом увеличивается. В областной центр прилетают немало гостей из других стран. Чтобы аэропорт Кустаная соответствовал необходимым международным требованиям, требуется реконструкция. Работы уже начались. Первым делом здание планируют расширить. Акимобласти посетил стратегический объект. Аэропорт Кустаная ждут грандиозные преобразования. Пассажиропоток зала прилета будет увеличен с 200 человек в час до 250. Здесь будет установлен телескопический трап. То есть люди, не выходя на улицу прямо с аэровокзала, сразу попадают в самолет. Это позволит комфортно обслуживать прилетающих и вылетающих пассажиров. Подрядчик у нас договор заключен. Шабер Билд, город Алмата. Он уже приступил к выносу инженерных сетей. Сети связи уже он выносит. Также приобретено полностью материал для выноса канализации, водопровода и теплотрассы. Существующий зал прилета, он был у нас построен в 2003 году еще кустарным методом. Здесь никакого технологического процесса нет. Он не соответствовал до этого никаким нормам. Также мы не могли никогда одновременно принимать два рейса. Допустим, международный и внутренний рейс. После реализации данного проекта мы сможем одновременно принимать и внутренний, и международный рейсы. В проекте предусмотрено увеличение площади аэровокзала с 5,2 до 8,7 тысяч квадратных метров. Также запланирована замена технологического оборудования для зала прилета, приобретение аэродромного тягача для буксировки воздушных судов. Зал прилета, он не соответствует никаким стандартам качества. Люди стоят на улице. Нет нормальной системы выдачи багажа. Город развивается, область развивается. И понятно, что и на сегодняшний день, в силу отсутствия технических возможностей, наш аэропорт, он не может оказать качественных услуг для прилетающих граждан. Поэтому было принято решение о том, что нужно увеличивать площадь аэропорта, выделены соответствующие средства, и эти работы начались. Работы по увеличению площади аэропорта планируются завершить к ноябрю этого года. Стоит отметить, что зона прилета и выдачи багажа не модернизировались с 2003 года. В связи с этим технические возможности аэропорта были ограничены. Диасна Спаев, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай. Паводковая ситуация под контролем. В области идет активная работа по очистке стоков русел и рек от снега и льда. Укрепляются дамбы и насыпи вблизи населенных пунктов. Проводится аэрофотосъемка местности. Готовности служб и рисков потопления обсудили в Акимате области. Сезон половодия в этом году начался на 10 дней раньше обычного. На севере области вовсю идет таяние снега. Реки и водоемы пополняются порциями талой воды. Чрезвычайные службы области ведут работу по предотвращению риска паводка. За последний месяц было очищено более 3000 дорожных стоков. От снега и льда очищены 144 арыка. В порядок приводят и русло река водостоков. С учетом высоты снежного покрова, с учетом прогноза погоды предстоящей 10 дней, с учетом промерзания и оттаивания почвы, мы можем моделировать ситуацию. Каким образом и когда начнется массовое таяние и какие населенные пункты могут попасть под риск затопления. Для координации действий против паводка в регионе был создан оперативный штаб. Он начал свою работу 25 марта. На случай ЧП созданы несколько мобильных спасательных групп. Сейчас в подготовке региона к половоде участвует более 2000 человек. Задействовано свыше 1000 единиц специальной техники. Процесс снеготаяния в южных регионах начался с 14 марта. В настоящее время обстановка нормализовалась. И паводок в Аркалыке, Могильдинском и Жангильдинском районах завершается. При этом процесс накопления рек, истоки которых находятся в предгорьях у Латави, еще продолжается, в связи с чем возможны повторные возникновения угрозы расположенной вдоль рек населенным пунктам и зимовкам. На текущей неделе ожидаем резкое ухудшение гидромилистической обстановки и формирование паводок истоков на территории всей области. В первую очередь это в Камыстинском, Житогоринском, Харасузском, Ауликольском, Наурзунском и Сарокольском районах. Акиматами необходимо обеспечить оперативные реагирования на возникшие червячайные ситуации. С 1 марта 2023 года акционерным обществом национальной компании «Хазастангар-Сапары» ежедневно предоставляются снимки космического мониторинга схода снежного покрова. На сегодняшний день снежный покров составляет 65,8%. По данным синоптиков, за зиму в области выпало среднее количество осадков. Высота снежного покрова составила 17-20 сантиметров. Сейчас время активного таяния. Наибольшему риску половодия подвержены села, которые находятся в низине и вблизи водоемов. Для устранения рисков затопления в этих населенных пунктах проводится работа по очищению русла, снега и льда. Укрепляются дамбы и насыпи. На большей части области выпало осадков больше норм. Вменьше нормы в Амагельдинском, Камастинском, Жангельдинских районах в городе Рудный и городе Аркалык. Около нормы на Урзунском, Индогоринском, Узункольском районах и районе Биембета-Майлина. Больше нормы на 11-40% в городе Костанай. Район города Аркалыка в Урликольском, Денисовском, Карабалыкском, Житогоринском, Саракольском и Карасульских районах. Высота снежного покрова по состоянию на 27 марта 2023 года по области составила в среднем 17 см, при средней норме 20 см. Характеристики снежного покрова в среднем по области находятся ниже многолетних значений. Меньше нормы в городе Костанай, Житогоринском, Биембета-Майлина, Миндогоринском, Денисовских районах 9-17 см, при норме 10-27 см. Неполное разрушение устойчивого снежного покрова зафиксировано на юге области, в Мангельдинском, Жангельдинском и в районе города Аркалка с 16 марта текущего года. Наиболее благоприятная обстановка сейчас в южных районах области. Большая часть снега там растаяла еще в середине марта. Паводковый период прошел без происшествий. В ближайшую неделю процесс снеготаяния в северных районах усилится и достигнет своего пика. Чрезвычайная служба области готова к сезонному половодью. С 3 апреля начнутся плановые облеты участков, подверженных наибольшему риску подтопления. Дмитрий Муштарус, Анжабаев, телеканал Костанай. В Костанайской области идет активная реализация программы «Аул Аманатэ». Участниками проекта уже стали больше 900 жителей региона. С помощью него сельчане смогут открыть свое дело или создать производство. Программа нацелена на поддержку социально уязвимых слоев населения, проживающих на селе. О том, кто может стать участником проекта и каковы плюсы новой программы, расскажут мои коллеги. Программа «Аул Аманатэ» начала действовать в области с января 2023 года. До этого проект в пилотном режиме хорошо себя показал в Жамбульской области. Основной задачей программы является поддержка предпринимателей на селе. Желающим выдается 2-процентный кредит на открытие своего дела. Суда рассчитано на 5 лет. Максимальная сумма займа – 27 миллионов тенге. Для эффективной реализации данного проекта на местах необходимо посмотреть возможность создания кооперативов, которые могли бы реализовывать все госпродукции, произведемые личным подсобным хозяйством по более высокой цене, перерабатывающим предприятиям и дополнительно получать субсидии от государства. Согласно данных Акиматов районов, на сегодняшний день имеется всего 970 потенциальных заемщиков на общую сумму микридования 4,5 млрд. тенге. В том числе планируется участвовать в кредитовании поживотного 1732 заемщика на сумму 3,2 млрд. тенге. По растеневодству 31 заемщиков на сумму 174 млн. тенге. Создание и отношение кооперативов 9 заемщиков на сумму 192 млн. тенге. По открытию собственного бизнеса 198 заемщиков на сумму 979 млн. тенге. Аким области Кумар Аксакалов поручил районным Акиматам провести разъяснительную работу с населением, объяснить людям плюсы программы и ее рентабельность. Главой государства поставлена эта задача – людям дать возможность, чтобы они сами работали. Сами работали, зарабатывали. Это практически беспроцентный кредит. С учетом высокой инфляции, с учетом двухлетних каникул – это же возможность людям начать свое дело, развести личное подсобное хозяйство, приобрести скот, либо какое-то минимальное оборудование и, соответственно, начать жизнь. Поэтому главная цель сегодня – чтобы люди создали себе условия для жизни, для своих детей, для своих семей. Особое внимание в программе уделяется людям, с получающим адресную социальную помощь. Благодаря проекту социально уязвимые свои населения могут открыть бизнес или создать рабочий кооператив. Ограничений в выборе деятельности нет. В основном начинающие предприниматели заняты в сфере сельского хозяйства и переработки. Многие заинтересованы торговлей. Так анализ показал, что в 16 районах и сельских населенных пунктах Харкалыкского региона получатели АСП – 1355 семей. В них проживает 6539 человек. К кредитованию планируется привлечь всего 63 человека, что составляет всего 1%. Кроме того, в данных регионах проживает 3208 безработных граждан и 6851 непродуктивно занятого населения. Наибольшее количество получателей АСП – в Аулюкольском, Амангельдинском и Миндогаринских районах. Так, в Аулюкольском районе получает АСП 213 семей, в составе которых 985 человек. К кредитованию планируется привлечь 7 человек, что составляет всего 0,7%. В течение года число участников программы будет постепенно увеличиваться. До конца 2023 года в проекте планируется задействовать свыше 20 получателей АСП. Сейчас с акиматами районов проводится работа по разъяснению людям плюсов участия в программе. И эта информационная работа приносит свои результаты. Более 900 жителей области уже стали участниками новой программы. Дмитрий Муштарус, Анжабаев, телеканал «Костанай». Чистый город – ответственность каждого. 1 апреля стартовал двухмесячник по санитарной очистке города. На субботники призывают выходить как представители бизнеса, так и простых горожан. План мероприятия обсудили в начале недели на аппаратном совещании с участием Акима города. Весна – это не только время пробуждения природы, но и пора на ведение чистоты и порядка. Чтобы город блестел к уборке мусора и прошлогодних листьев, необходимо приступить как можно быстрее, отмечает Аким города. На аппаратном совещании Марату Жундубаеву представили план работ по санитарной очистке областного центра. С 1 апреля текущего года планируется старт проведения двухмесячника санитарной очистки, в рамках которого необходимо привести город в ухоженный и чистый вид. На период проведения акции каждой организации при себе необходимо иметь рабочий инвентарь для осуществления уборки старой листвы и мелкогабаритного мусора. По завершению уборки просим сообщать точные места складирования мусора в ситуационный центр Айкумек по номеру 109 для оперативного реагирования и осуществления вывоза подрядными организациями. Доводим до вашего сведения, что в дни проведения двухмесячника сбор и утилизация мусора будет производиться на безвозмездной основе на площадке северного полигона. Без приглашения и предупреждения о штрафе выходить на улицы города призывают и представители бизнеса. Убирать свою и прилегающую территорию, необходимые жителям частного сектора. В эти дни санитарные врачи будут ежедневно выходить на улицы города и проводить мониторинг. Кризнуль будут привлекать к административной ответственности. Это сейчас такая хорошая возможность убрать свои территории, внутридворовые территории, заскладировать мусор и вывезти, чтобы потом уже не мучиться там, не заказывать технику и так далее. Поэтому я думаю, оси должны, наверное, с жителями нашего города провести работу соответствующую. Здесь отделы жилищной инспекции у нас присутствуют же. Вот вы должны вместе провести работу. Соответственно, сегодня мы объявили об этом. Понятно, во дворах еще снег лежит. Еще, наверное, рановато. Но когда наступит пора, в следующей неделе, может, это будет. Нужно будет усиленно за это взяться. Понятно, да? Я думаю, в прежде очередь, в первую очередь, наверное, здесь должны сами жители понимать. В чистом городе мы хотим жить и от нас зависит. В текущем году работы по содержанию улиц и мест общего пользования подрядной организации выполняют на пяти участках. Общая площадь обслуживаемой территории составляет почти 4 миллиона квадратных метров. Планируется продолжить работы по вывозу стихийных свалок и очистке логов. Особое внимание также уделяют и содержанию парков. На сегодняшний день в городе имеется 4 основных парковых зон, в которых основными направлениями работ по-прежнему являются благоустройство и озеленение. Нами уже заключены договоры по текущему содержанию парков, в рамках которых будет производиться работа по уборке озеленению, а также в летний период времени будет выполнено устройство автоматического полива в парке 25 лет независимости по улице Гашка, также в планах устройства полива в парке Победы. В текущем году в городе планируют озеленить такие улицы, как Абая, Тайюль-Сездек, Бородина, Назарбаева, Карбышева, Уральская и Леонида-Беды. В рамках запланированных работ будет производиться омоложение, замена отживших деревьев, высадка живой изгороди и кустарников. На устройство цветников в этом году из бюджета выделили почти 152 миллиона тенге. Также планируется посадка многолетних цветов на кольцевой развязке улиц Карбышева и Уральская. Алмажана Мангельдинова, Олжаси Синджигитов, телеканал «Костанай». Цены на социально значимые продукты питания снизились в Костанайской области. Это стало возможным благодаря мониторингу и созданной Акиматом области специальной комиссии. Какие продукты питания теперь можно приобрести по сниженной цене, узнавал Диас Наспаев. Департаментом экономических расследований по Костанайской области постоянно ведется анализ и мониторинг цен на социально значимые продукты питания в области. Так, проведенный анализ показал, цены в последнее время поднялись на молочную продукцию. К примеру, с начала года молоко подорожало сразу на 13,2%. Как итог, нашим департаментами иницинировано соответствующее письмо в антимонопольные органы области о вышеуказанных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан и о требованиях начала проведения расследования. В соответствии с пунктом 2 статьи 199 предпринимательского кодекса Республики Казахстан, данное их действие является основанием для назначения расследования по нарушению законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. На сегодняшний день данное расследование не закончено. По информации антимонопольного органа имеются ряд нарушений и в интересах расследования огласить пока не можем. А вот цены на овощи более стабильные. На некоторые ценники и вовсе снижены. Овощи, что входят в список социально значимых товаров, реализуют и стабфонда по фиксированной цене. На прилавках магазинов они без накрутки. К примеру, фиксированная цена на лук сегодня 145 тенге за килограмм, капуста и морковь по 90 тенге. Еще буквально месяц назад килограмм вот такого картофеля на прилавках магазина, выращенный в Казахстане, стоил порядка 125 тенге. Сейчас он стоит 110 тенге. Такое резкое снижение цен стало возможным благодаря постоянному мониторингу цен Департаментом экономических расследований по Кустанайской области и специальной комиссии, созданной при Акимате Кустанайской области. Купить подсолнечное масло по фиксированной цене 770 тенге за литр в Кустанай возможно в шести супермаркетах. До 320 тенге за килограмм сниженная цена на гречку поставляет продукцию местный производитель. Была проведена разительная работа с Департаментом экономических расследований, что торговая надбавка на нашу социально значимую продукцию не может быть выше 15%. Так как цена на нашу продукцию на гречиху с каждым днем падает, в январе этого года гречка стоила 420 тенге, у нас оптовая цена. На данный момент мы ее торгуем по 320 тенге. И что в дальнейшем, если будет происходить снижение сырья, мы готовы снизить дальше. Цены на продукцию социально значимые, таких как капуста, лук, морковь и картофель снизились по сравнению с теми, что у нас были до заключения договора, связанные во-первых с логистикой. Данная программа, я насколько знаю, действует по всему Казахстану. И до этого, да, были непосредственно совещания с данным фондом. Но так как каждый регион разъясняется, ну не разъясняется, как рассматривается по своему, соответственно, данное заключение договора произошло только буквально две недели назад. Акиматом области создана специальная комиссия, которая пристально следит за конечным ценнообразованием продуктов питания. Заявки на выборку социально значимых продуктов питания из стабилизационного фонда принимает отдел предпринимательства Кустаная. Далее заявка направляется в СПК Табул. Благодаря работе комиссии по расследованию цен, куда входят сотрудники Акимата, Департамент государственных доходов, Департамент агентства по защите и развитию конкуренции, Департамент экономических расследований, заключены договоры между СПК Табул и крупными супермаркетами города. Данный договор необходим для избежания излишнего посредничества, чтобы участвовать в свой рост цен на продукты. Стоит отметить, что в рамках сдерживания и стабилизации цен на продукты в областном центре постоянно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где продукцию реализуют ниже рыночной. Диасна Спаев, Оливек Султанов, телеканал Кустанай. Новый подрядчик завершит ремонт в областной детской больнице. Статус капитального ремонта сменят на текущий. Об этом на днях на брифинге для СМИ сообщил главный врач Кустанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов. Когда завершат ремонтные работы и как сейчас получают лечение пациент, расскажет Айдана Папанина. Областная детская больница вот уже два месяца. Как расположилась в модульном центре? В течение этого периода здесь получили лечение более 600 пациентов. Проведено 326 операций. По словам руководителя хирургического сектора Игоря Белобрижицкого, работа в больнице налажена. Показатели положительные. Летальных случаев за последние два месяца не было. Здание одноэтажное. Если, допустим, здание высотное, там обязательно есть лифты. Это создает определенные сложности, потому что когда пациент поступает в тяжелом состоянии, ему нужно поднять на шестой этаж в реанимацию. Что делается? Больной на каталке везется, вызывается лифт. Хорошо, если лифт рядом стоит, ждут. Обычно так мы и делаем, предупреждаем лифтера. То есть у нас время уходит драгоценные минуты для того, чтобы пациента поднять, скажем, на шестой этаж, перевести его, переложить. Здесь все на первом этаже. От операционной до реанимации. Только больной завозится на каталке скорой помощи, он тут же на первом этаже. Если он надо в реанимацию, он тут же. Буквально через 20 метров он уже в реанимации. На территории этой же реанимации находится операционный блок, где делаются операции. В новом здании есть все необходимое – современное оборудование и хорошие условия. Маленьким пациентам здесь проводят экстренные хирургические вмешательства, плановые операции или лечение терапевтического профиля. Что касается основного здания областной детской больницы, то капитальный ремонт с прежним подрядчиком продолжать не будут. Как пояснил главный врач Нурлан Яржанов, представители компании до сих пор не предоставили исполнительную документацию. Имея между нами с ними договорные обязательства, они обязаны были предоставить эту документацию по акту приема-передачи. Правильно же? Согласно, я думаю, юридически каких-то норм. При этом я лично не видел этого человека, который принес эту документацию, отдал, оставил у секретаря и спокойно удалился. Вот. Теперь мы эту документацию сразу же переотправили в организацию, которая занимается корректировкой ПСД, на что получили ответ. Представленные чертежи по системе отопления являются копией чертежей проектной документации. То есть это не исполнительная документация, это всего лишь... Это тот же самый проект скопировали и нам отправили. У нас есть эти проекты, зачем они нам их отправляют, непонятно. Планировки в чертежах не соответствуют фактическим планировкам по этажам. Всю документацию руководство больницы предоставило журналистам для ознакомления. Дальнейшее сотрудничество с прежним подрядчиком, говорят, невозможно. В рамках законодательства право о прекращении строительных работ принадлежит заказчику, пояснил юрист Ренат Бесенов. Он имеет право этот ремонт прекратить. И при этом он обязан согласовать данный вопрос с владельцем, потому что это является государственной собственностью. Естественно, это согласовано с вышестоящими органами, которые являются владельцами наших зданий. То есть и дальше уведомить все органы, которые являются контролирующими и другими органами. То есть полностью все это уведомить. Естественно, после принятия этого приказа, потому что я юридическую часть отвечаю, поэтому рассказываю. Все органы, правоохранительные органы, прокуратура, Акимат, органы строительные, все были уведомлены в установленном порядке. В итоге капитальный ремонт с прежним подрядчиком прекратят. Дальше в здании пройдет техническое обследование. Комиссия определит объемы работ. Затем будет назначен новый подрядчик, который завершит уже текущий ремонт. Летом руководство планирует переезд в основное здание по улице Буковского. Айдана Папанина, Олжас, Есен-Жигитов, телеканал Кустанай. Таковы главные темы уходящей недели. Оставайтесь с нами, будьте в курсе последних и самых важных новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok